А-а-а-а Всё, что тебя касается Всё, что меня касается Всё только начинается Программа «Наши всё» Всё, что тебя касается Всё, что меня касается Всё только начинается Это наше всё Всем привет, дорогие друзья! Предпоследний день рабочей недели Предпоследний день первого весеннего месяца Предпоследний день перед фестивалем юмора в рекламе СМЕКС В общем, берём курс на позитив Тем более, что поводов предостаточно Сегодня нас ждёт много всего интересного Но обо всём по порядку Не будем забегать вперёд, а просто скажем Студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий Это программа «Наше всё» Поехали! Смотрите сегодня в программе «Наше всё» Тематический фестиваль юмора в рекламе СМЕКС Уже завтра Мужские образы в стиле Гэтсби Покажем И как сделать аксессуар для женского лука Расскажем Приглашение в подарок Конкурс для самого внимательного зрителя Проведём и билетик разыграем Остальные подарки ждут вас завтра В молодёжном центре «Горизонт» Чем порадует гостей Компания «Дороги Приморья» У директора Натальи Дзюбенко Спросим Партнёр программы «Компания Формула ДВ» Реализует продажу и доставку всех видов технических газов Улица Кирова, 10Б Телефон 378045 Партнёр программы «Стоматология Вип Мастер Дент» Всем 20% скидка на лечение Программа «Наши всё» благодарит магазин «Все яркие» За предоставленную одежду ведущей Итак, сегодня говорим про фестиваль юмора в рекламе СМЕКС Все мы знаем, что мероприятие пройдёт в стиле Гэтсби Ну знаешь, вам, мужчинам, проще Надел однотонный костюм Акцент сделал на бабочке или на галстуке Ну, кстати, фотограф Лера Лукащук Уже пробовала в одной из своих фотосессий мужской образ Говорю же, всё просто Белая рубашка, бабочка и подтяжки Вот вам, кстати, и идея Ну, главное, правильное выражение лица, знаешь, сделать В общем, мужчины, надеваем скорее костюмы А вот нам придётся заморочиться, Андрюш Ну, ладно, платье можно найти А вот с аксессуарами что делать? Ну, знаешь, на самом деле не так уж и сложно Вот тебе наглядный пример от нашего дизайнера Марии Кругловой Как сделать украшение на голову Смотрим Здравствуйте! Уже завтра, 31 марта Состоится фестиваль юмора в рекламе СМЕКС Вечеринка пройдёт в стиле великого Гэдби И сегодня мы будем делать повязку на голову Неотъемлемый аксессуар того времени Нам понадобится обычная повязка на голову Или любая резиночка Пуговка красивая И перья Мы берём резиночку И первым делом прикрепим нашу красивую пуговку Крепить можно по центру или сбоку На ваше усмотрение Для приклеивания пуговицы Будем использовать клеевой пистолет Нанесём разогретый клей на пуговицу И прикрепим нашу пуговицу к повязке Такие элегантные повязки Во времена великого Гэдби Назывались хендбенд И на них носили подружки гангстеров Далее следует выбрать пёрышко Цвет пера не принципиален Он может быть абсолютно любого цвета Мы же выберем одно перо павлина И второе вот такое синенькое Составим из наших пёрышек Примерную композицию И отрежем лишнее Теперь с небольшим разворотом В сторону лица Крепим наши пёрышки к пуговичке Вот так быстро и просто А главное без особых затрат Мы сделали отличный аксессуар До вечеринки в стиле Гэтсби Такая повязка на голову Прекрасно подойдёт И на короткие, и на длинные волосы И помните Уже завтра Состоится фестиваль юмора в рекламе СМЕКС Привет всем, кто только присоединился А в эфире наше всё В студии Виктория Сарада и Андрей Козицкий Пришло время вспомнить немного истории нашего города Ну, знаешь, предлагаю окунуться в год 2015 Что же там интересного такого происходило? Ой, Вика Голубинный вопрос встал среди уссурийцев Голубинный Ну, я надеюсь, от слова голубь Ну, конечно же, не от слова голубцы, которые живут в капусте Ну, кто его знает? Ты знала, что в нашем городе можно встретить Знаешь сколько? Семь видов голубей Ну, не семь птиц, а семь разных видов Я поняла, серьёзно? Ну, если честно А если думаешь, повод обманывать по поводу голубей тебя? Ну, кто тебе знает? Может быть, ты меня проверяешь опять Но, если честно, я вообще думала, что Голубей всего один вид Ну, по мне, они одинаковые какие-то Главное, вообще Чтобы меня не трогали Потому что я их боюсь Люди? Голуби! Ну, знаешь, кстати, жители уссурийского по-разному относятся к этим птицам Одни кормят, едят в них символ любви и мира А другие символ нечистоплотности Смотри, ну, с одной стороны, хорошо, да Когда вот дети или взрослые подкармливают голубей То есть, ну, это как-то воспитывает, наверное, в них Особенно в детях какие-то моральные качества А вот с другой стороны От голубей же действительно очень много грязи Ну, знаешь, еще очень страшно Если ты в костюме батона гуляешь Я могу просто убить голубей-убийцы Ну, вообще, что вы можете сказать Физиология у всех существ, она, знаешь, такова, что Все, что мы съели, оно, знаешь, должно куда-то деться Ну, и, знаешь, голуби не исключение, если ты не знала Вот Да, они оставляют следы, конечно, своей жизнедельности Повсюду На тротуаре, на лавочках, на фонтане На памятники Ну, вот, знаешь, как один человек сказал, что нужно кормить голубей краской И сделать город ярче Здесь такое вот выражение Ну, да, тоже Ну, вообще, слабым утешением может служить фраза Хорошо, что корова не летает Однако, все это должен кто-то убирать Каждый голубь за год оставляет, знаешь, сколько? Сколько? Десять, двенадцать килограммов вот таких вот белых следов Слушай И я называю это белыми следами Ну, хорошо Я никак это комментировать не буду Представь, сколько голубей всего Да У суриски, да? Да Если тысяча голубей, то это уже сто тысяч Больше десяти тысяч в нашем городе Больше десяти тысяч Ну, вот, перемножь в голове Не хочу Сколько это тонн? Слушай, у меня другой вопрос интересует А они все ядные? Ну, не Недавно я наблюдала Да не, я же Я просто недавно наблюдала картину, как ребенок кусочком колбаски хотел накормить голубя С бутербродом Кусочком колбаски Нет, все Градский не повернется Ну, знаешь, вообще Такое питание вредное, знаешь, не только для людей Вот голуби тоже жалеют Но становится вот легкой добычей для кошек По мнению орнитолога Так обильно кормить голубей совершенно, ну, ни к чему Они могут прекрасно добывать пропитание себе самостоятельно Ну, что я могу на это сказать? Давайте думать, прежде чем кормить птиц неправильными продуктами Тем более, что они сами могут хорошо найти себе пропитание Ну, знаешь, ты права А еще я считаю, что голуби это все-таки украшение нашего города Вот вспомни, как красиво они обитают на площади Как взлетают Да, прям романтика! Наконец-то начались каникулы Я отлично закончила четверть Сейчас идем с девочками гулять Просто счастливо Ребенок у меня учится хорошо Занимается танцами И теплые денечки настали такие Ну вот Погода хорошая Видно, как улицы приводят в порядок Что город молодеет Красиво стало Ну, я как бы с сестрами был И... Ну, мы сегодня еще будем гулять езди по городу И, может быть, куда-нибудь заскачем Подарили много подарков Ну, в связи с у меня было в среднем рождения И так как мне тоже подарили много подарков Наелась торта от души Ну, вроде бы все Ну, чем поделиться? Ну, хорошее то, что у меня у внучки будет праздничный концерт 8 апреля ДК Дружба у них отчетный Юбилейный концерт Вот они там будут выступать Очень интересная программа Так что приглашаем всех, кто желает присутствовать на нем Я хочу ехать в другую страну Потому что изучаю другой язык Но мне интересует культура другая Ну, в принципе, все Итак, друзья, подхватываем волну позитива И напоминаем Сегодня говорим про фестиваль юмора в рекламе СМИЭКС Вечер обещает быть, ну, просто бомбически Про айфон мы уже говорили и упоминали еще про телевизор Еще будет подарок от микрорайона Радужной Вечеринка пройдет в стиле Гэтсби И все, кто придет, сможет полностью окунуться в те времена И даже встретиться с персонажами из одноименного фильма Так, Вика, давай вот тут Погоди, вот твои вот цыганские кони бегут поперек тебя Поперек, вперед тебя Вперед Скажи-ка мне, пожалуйста, в каком году наша телекомпания впервые устроила фестиваль юмора в городе? Наша компания Наша компания Фестиваль юмора Да Мои юмористические фестивали каждый год 1 июля на годин рождения не считаются, да? Нет И не общий городский Ну, я думаю, что это был год, наверное, 2011 Нет Эх ты, было это в 2010 Я почти угадал Ну да Тогда очень много призов было разыграно Телевизор, диван, абонемент, спортивный зал Но мне, как девушке, запомнился другой приз И так, подожди, куда клонит твоя логика? Моя логика клонит, что Чтобы, я бы даже сказала, получить вот эти два пригласительных билета на фестиваль юмора в рекламе СМЕКС Вам необходимо написать на номер, что вы видите сейчас на своем экране, какой главный приз мы разыграли в 2010 году Могу подсказать, что обладательница этого подарка стала очаровательная девушка с очень худенькими, длинненькими пальчиками Это был новый муж? Нет Нет, первого человека Но ты в правильном направлении думаешь В общем, друзья, присылайте свои варианты ответов и помните, фестиваль юмора в рекламе СМЕКС уже завтра Напоминаем, сегодня четверг, 30 марта И в студии Виктория Сорана и Андрей Козицкий Пришло время гороскопа в нашей программе И пока Луна не вышла из фазы Юпитера и не попутала все предсказания, начнем Овны могут отправиться в командировку или путешествие Но что бы это ни было, оно будет интригующим Возможно, сегодня Овнам целый день будет хотеться того, не знаю чего Вот такие вот они, ветреные Овны Телец Можество мелких и неотложных дел мешает вам сделать правильный выбор Учитывая ваши прирожденные трудности с выбором, вы сможете решить свои задачи лишь вместе с партнерами, которые вас понимают и ценят Близнецы, вероятно, что принципиальным, целеустремленным близнецам вторая половина дня укажет путь развития бизнеса и даже цель всего года Только энергичные и находчивые представители этого знака могут многого добиться в профессиональной сфере Не пытайтесь хитрить и окольным путем добиться желаемого результата Рак Этот день благоприятен для активной деятельности и спортивных мероприятий Раки могут поражать окружающих своей сноровкой, смекалкой и реакцией Чем активнее вы проведете этот день, тем лучше будете чувствовать себя В погожий день старайтесь больше бывать на свежем воздухе, а в непогоду сходите в спортзал или просто поплавайте в бассейне Лев, повышенная работоспособность и целеустремленность помогут справиться с любыми задачами Поставьте себе высокие цели, не бойтесь провалов и неудач Предлагайте свои идеи начальству, ищите партнеров для осуществления новых проектов и обращайтесь в официальные структуры в поисках поддержки Дело, сегодня вы сможете произвести впечатление на окружающих своим умением все запоминать Но немногие смогут найти с вами общий язык из-за вашей замкнутости Вам нужно постараться, чтобы создать хорошие взаимоотношения с ребенком Потребуется некоторое время, чтобы это произошло Не исключено, что дела некоторых весов зайдут в тупик Им покажется, что из создавшегося положения нет выхода Не лучший момент для подписания документов, заключения сделок и начала переговоров В любом случае, проявите выдержанность и повышенное внимание к деталям Скорпион, этот день символизирует ложь, обман и кражи Скорпионы будут разочарованы в ком-то из близкого окружения Тщательно проверяйте поступающую информацию, правильно оформляйте документы И следите за сохранностью своего имущества, это самое главное Придумав идею, стрельцы могут активно взяться за дело Однако многие не найдут мотивации для усердного труда Настраивайтесь на то, что работа должна приносить деньги А замыслы всегда реализовываться и приносить значительный успех Козероги будут настроены с понедельника начать новую жизнь Многие будут иметь потребность в физической активности Наиболее эффективными сейчас станут не силовые нагрузки А упражнения на растяжку и гибкость Полезно везти в ежедневный рацион продукты богатой кольце Не исключено, что водолеям представится отличная возможность поработать с зарубежными коллегами Поехать на стажировку Многие столкнутся с языковой проблемой В этот период используйте все возможности для изменения качества своей жизни Встановление новых дружеских связей и изучение иностранного языка Ну и наконец рыбы Этот день может оказаться продуктивным Вам удастся повысить дисциплину в коллективе Улучшить организацию труда А также укрепить свои служебные позиции В общем, использовать с толком подвернувшиеся возможности Вот такой вот он гороскоп на сегодня Ну а вы, дорогие друзья, не переключайтесь Впереди еще много чего интересного Приветствую всех зрителей Это программа «Наше все» в студии Виктория Сарада Сегодня говорим про фестиваль юмора в рекламе СМЕКС Ко мне присоединилась Наталья Дзюбенко Директор компании «Дороги к Приморье» Здравствуйте, рада вас приветствовать Наталья, вот ваша компания и в прошлом году участвовала в фестивале юмора И в этом году участвует, да? То есть, и насколько мы все знаем Те, кто был, и я в том числе, да? В прошлом году мы разыгрывали обучение в автошколе «Дороги к Приморье» По, ну, любой категории, да? В этом году категория определена Давайте расскажем зрителям, кто, что, победитель Что получит? Ну, значит, победитель получит обучение на категорию по квадроциклам Это категория А1 Но не нужно путать с категорией А1 Которая у нас в простых водительских наших обычных удостоверениях Это не мотоцикл Это именно отдельное водительское удостоверение на самоходные транспортные средства Здесь смежные, получается, две категории Это не только квадроциклы, но и снегоходы То есть человеку даст право, то есть одновременно владеть и квадроциклом, и снегоходом То есть в зимнее время это снегоход, а в летнее время это квадроциклы Почему именно это обучение? Потому что оно очень актуально сейчас у нас И, к сожалению, очень мало у нас граждан знает, что именно на квадроциклы нужно также обучаться Обучение, оно вот так же, как и на любую другую категорию? Три месяца или сколько срок? Обучение на данную категорию месяц, то есть четыре недели То есть тот же самый курс, теоретически мы проходим теорию Мы точно так же обучаемся на автодроме Только тоже не на асфальтно-бетонном покрытии, а это будет по граве Но точно так же на нашем автодроме на Фадеево 1В будет проходить обучение Обучение в наших классах, потом точно так же сдается экзамен Но экзамен принимают не экзаменационные отделения ГИБДД, а гостехинспекция Вот давайте, кстати, еще поговорим о А1 для квадроциклов и А1 для мотоциклов Вот чтобы понять разницу, в чем разница, скажем только одинаковые права, нет? Нет, водительская абсолютно разная Это два разных водительских категории А1, которая в нашем водительском удостоверении Которое мы привыкли видеть и доставать, их показывать при остановке инспектором ДПС А1 это категория мотоциклов до 125 кубических сантиметров А вот категория А1 квадроцикл, римская 1, это квадроциклы и снегоходы на самоходные транспортные средства Они даже к другому подразделению сдачи экзаменов относятся гостехинспекции И там же на них получаются номера Об этом тоже мало кто знает, что нужно их также регистрировать Как говорится, век учись, век живи, век учись Теперь и мы будем знать, ну а те, кто увлекается квадроциклами, я думаю, что эти люди уже, естественно, знают Поэтому приходите к нам завтра в 19.00 и выигрывайте, участвуйте в конкурсе и выигрывайте обучение Но мы продолжим, да? Сертификат этот будет не именной, поэтому человек, который выиграет его, да? То есть он может с ним что сделать? Конечно, сертификат не именной, потому что мы уже не знаем, кто выиграет И подписывать имя мы не будем, потому что мы даем право человеку его передарить другому Хоть и не все знают, да, что нужно водительское Но многие уже как бы воспользовались данной услугой в нашей школе Обучились на квадроциклы и, возможно, уже выигравший будет иметь данное водительское Поэтому вполне, пожалуйста, возможно, передарите своим друзьям, коллегам, родственникам Это не возбраняется Дороги Примори – это не только автошкола, это целая компания, да? Да, рассказывайте, что еще есть у вас, какие услуги? Услуг у нас очень много в компании Дороги Приморья Да, раньше она позиционировалась только как автошкола Ее привыкли знать как автошколу Но теперь нас знают как такси Мы в самом начале своего развития как такси И вот нас уже знают в городе как автоняня То есть мы единственная услуга Мы единственная фирма, которая предоставляем услугу автоняня Что это такое? Это такая услуга, где родитель может доверить своего ребенка Отвезти в школу на тренировку, к репетитору, нашему водителю Нашей автоняне, скажем так Но многие путают именно с простой автоняней, да? Которая может там подождать еще что-то Мы именно отвозим ребенка Да, мы можем переодеть Да, мы можем довезти до дверей То есть любая услуга Нет фиксированного тарифа у нас У нас все четко рассчитывается по маршруту По услугам, которые нужно предоставить И у нас заключается договор Сейчас очень много под нашим именем начинают работать физических лиц Которые хотят подработать То есть у нас это, к сожалению, не как коммерческий вид деятельности Да, очень волнует А именно безопасность детей для нас же прежде всего Какие отличительные у нас черты, да? Это у нас, во-первых, машина у нас оракалина У нас всегда отзванивается диспетчер У нас обязательно заключается договор И находимся мы на Ленинградской 42 Не где-то там мы разные места меняем, да? В договорах заключайте конкретно на Ленинградской 42 И если вдруг у нас меняется водитель Или у нас меняется автомобиль Диспетчер обязательно позвонит и предупредит родителя И каждый раз, когда ребенка привозим Сразу же идет отзвон родителю Или смс-ка, там уже по договоренности кому как удобно Мы предупреждаем родителям, что ваш ребенок в целости и сохранности доставлен Уже очень популярна достаточно услуга Она очень нравится родителям И дети уже начинают привыкать к нашим Потому что у нас всего два водителя пока работают Достаточно опытные профессионалы Как мужчина, так и женщина у нас Действительно достаточно нужная, я бы сказала, в наше время такая услуга Поскольку большинство родителей, да, сейчас все-таки не сидят до конца в декрете Мамы, да, папа всегда на работе Мамы тоже там стараются и развиваться, и учиться, и карьеру строить Да, поэтому, ну, спасибо вам, скажем так У меня, кажется, детей пока нет, но все в планах Конечно, будут Ну, по порядку, да, про автоняню рассказали А про такси, скажите, пожалуйста, как вот вызвать такси дороги Приморья? Такси вызвать можно 247-247 Звоните, пожалуйста, точно так же работают профессионалы У нас идет жесткий отбор водителей Поэтому пока у нас ограниченное количество машин Но в отличие от других фирм такси, которые присутствуют на рынке в нашем городе Но зато с нами всегда можно быть уверенным, что мы доедем по всем правилам дорожного движения И в безопасности Не только в безопасности, но и в комфорте 247-247, такой легкий, незамысловатый номер Хорошо, а вот автоняню как вызвать? Точно так же По тому же номеру находится диспетчер 247-247 Номер мы пока оставим единый Потому что, да, звонков уже как бы вызовов у нас много Клиентскую базу мы уже вроде как свою такую набили Но пока хватает одного номера Потом, конечно, со временем мы будем их разделять То есть просто можно позвонить Здравствуйте, мне нужна автоняня Конечно, да Да, только обязательно уточнить Если же вы вызываете не автоняню, а такси себе Но вы знаете, что вы едете с ребенком Обязательно диспетчера об этом предупредите И желательно, конечно же, сказать, что сколько ребенку месяцев Или какой возраст Потому что все зависит от того Если ребенок 7-месячный, к примеру Мы ему поставим люльку в автомобиль Если ребенку 2 года, мы ему поставим кресло Если ребенку там 6 лет, мы поставим бустер Все зависит от возраста ребенка У нас все предусмотрено для каждого автомобиля Наталья, ну вернемся к автошколе Скажите, пожалуйста, сейчас есть набор на обучение? Наборы у нас ведутся по всем абсолютно категориям Мы обучаем на все категории, которые предусмотрены в водительском удостоверении Но, к сожалению, только пока категории ДЕ нет Это прицеп к автобусам Потому что для него требуется очень большой автодром Которого, к сожалению, пока ни у кого нет Мы обучаем также на опасные грузы На обучение консультантов по опасным грузам Безопасники, механики То есть мы плотно работаем с предприятиями нашего города С предприятиями нашего края Очень много людей, которым необходимы эти услуги И они не знают, куда обратиться Мы вроде бы как и много даем рекламу Но в то же время где-то пропускают люди это Поэтому, пожалуйста, приходите Обучайтесь Набор ведется ежемесячно И если же это большие предприятия То для них дату мы ставим персонально Знаешь, что в Дорогах Приморья появилось новшество Такая вкуснятина Вот рассказывайте об этом поподробнее Да, это действительно такая, правильно сказали, вкуснятина Это такое хобби, переросшее действительно в какую-то бурную деятельность Сначала это было просто таким дополнением Это возрождение было старого Это проведение автоледи, которое мы теперь будем делать ежегодно Но только в день 8 марта, как в этот раз у нас погода подвела Было холодно Но прошло просто на ура, я считаю Девочки очень довольны Очень много было женщин, девушек Которые подходили в процессе Говорили, а мы тоже хотим участвовать А как? А мы говорили, ну уже же первые два этапа прошло Поэтому, пожалуйста, на следующий год Но будет не 8 марта Мы уже определили дату, которая будет фиксирована 6 января состоится следующий конкурс автоледи Дальше что у нас? У нас впереди огромнейший фестиваль Который называется Чумачичи Тарантас Он проходит при поддержке городского округа Как бы слово сказать, любое наше мероприятие Которое проходит в городе Проходит, спасибо огромное нашему главе Которое проходит при его поддержке Огромный фестиваль, который состоится 8 июля Мы приглашаем гостей абсолютно со всего края Мы приглашаем поучаствовать в этих тарантасах То есть это мероприятие, которое проводилось Уже во многих городах нашей великой страны Но на Дальнем Востоке таких соревнований и мероприятий не было И вот мы первые, кто взяли этот старт на Дальнем Востоке И я думаю, что если он пройдет на ура А я просто уверена, что он пройдет на ура Мы сделаем его прям ежегодным Поэтому делайте свои тарантасы Участвуйте, участие абсолютно бесплатное Но будет очень хороший денежный приз Тарантас, да, как к нему готовиться, что нужно делать? Тарантас, это такое устройство, которое Такой аппарат, да, который будет построен своими руками Такая машинка небольшая Которая будет приводиться в движение не мотором, не двигателем, ничем А просто мускульной силой твоей команды И силой инерции, которая тебя покатит Будет построена специальная трасса Примерно 300 метров С трамплинами, со спусками, с поворотами Это будет весело, это будет задорно То есть каркас вы можете Основа-то, естественно, металлическая, чтобы он сразу же не развалился Колеса А вот уже сам каркас Он может быть абсолютно любой Насколько вашей фантазии хватит И точно так же в команде у вас будет 4 человека Вы должны представить свою команду Красивые костюмы, речевка Это будет весело, задорно То есть повеселимся Ну и еще и победитель получит приз А еще зрелищно это будет, я уверена Очень будет, очень будет зрелищно Почему фестиваль? Потому что еще будут площадки построены То есть мы во время того, пока будет идти техническая комиссия Тарантасов Будут для детей развлечения Для взрослых развлечения Мы сделаем гонки на гироскутерах Мы сделаем там соревнования на БМХ Мы даже Дженгу хотим специально напольную сделать большую Чтобы люди нашли себе развлечение по своим желаниям То есть, конечно, какие-то выставочные площадки будут Ну, конечно, что-то продавать там, покушать Потому что фестиваль планируется не какой-то там часовой А он планируется прямо на весь день Масштабный такой Масштабный, мощный Мы приглашаем абсолютно всех Приходить А вот нужно как-то заранее записываться, регистрироваться? То есть, вот об этом Регистрация, конечно же, заранее происходит То есть, в техрегламенте вы можете ознакомиться и у нас на странице в Инстаграме И прийти к нам, ознакомиться с этим техрегламентом Регистрация участников происходит следующим образом Участник заполняет анкету Но при этом он уже должен быть точно уверен, что он будет участвовать Потому что нужно будет приложить макет самого Тарантаса Чтобы мы были, во-первых, уверены, что человек будет участвовать А во-вторых, посмотреть, проверить, насколько он действительно там, конструкция безопасна Потому что прежде всего, как бы весело, задорно не было Безопасность на первом месте После масштабного фестиваля будет, конечно, небольшой перерыв Потому что нужно будет выдохнуть Лето, все-таки на море всем хочется съездить Но откладывать далеко мероприятия мы опять-таки не будем И в сентябре уже, в конце сентября У нас будет еще одно мероприятие, которое также у нас не проводилось Проводилось, может быть, в другом контексте Если помните, раньше у нас проводились гонки на стадионе На машинах проводились гонки То есть очень это давно было У нас раньше проводились ралли «Золотая осень» И я немножко это решила модифицировать Посмотрела там еще в интернете У кого-то там подглядела, все это совместило И получились у нас гонки на вылет То есть это такие разобранные старые машины Может быть, это не старые, кто-то там и свою разберет машину Вытащит стекла, сидушку пассажиров И будет участвовать То есть это мы все анонсируем И уже распишем дальше, как это все будет выглядеть Сейчас, конечно, на первом месте фестиваль «Тарантаса» По поводу последнего мероприятия Это не важно, какая машина будет? Гонка или какой-нибудь семейный пикап или еще что-либо? Это будет не важно Главное, чтобы она была согласна, все сделано по техническому регламенту Участники, которые будут изъявлять желание участвовать в таких гонках Будут получать технический регламент на руки И мы будем, естественно, наша техническая комиссия будет все это проверять Потому что не просто так, что выгнал машину Нет, мы все-таки дороги Приморья за безопасность Хорошо, ну, конечно же, информацию, да Все можно будет найти на вашей странице в Инстаграм Поэтому, друзья, подписывайтесь, звоните по телефону, который вы видите на своих экранах А еще адрес тоже запишите, обязательно запишите и отправляйтесь в дороги Приморья Все-таки это не просто автошкола, это большая компания, где есть различные автоуслуги Спасибо большое вам, Наталья, что сегодня были с нами Надолго не прощаемся Увидимся с вами завтра в 19 часов в Молодежном центре «Горизонт» на фестивале юмора в рекламе «Смекс» В эфире «Наше все», меня зовут Виктория Сарада, со мной рядом Андрей Козицкий Ну, Вик, знаешь, вот недавно был в одном супермаркете и увидел, как неравнодушные люди собирают пожертвования для бездомных животных Андрюш, на самом деле активисты ведут очень хорошую работу по выхаживанию и лечению бездомных животных Так вот, например, фонд помощи «Надежда» оказывает животным не только первичную помощь Пострадавших четвероногих старается пристроить в семьи Ну, и знаешь, это у них очень хорошо получается И вы, если хотите обзавестись питомцем, зайдите в инстаграм на профиль «Собака Надежда Усур» Присмотритесь и, может быть, именно там вы найдете себе нового друга Или же посмотрите рубрику «Наши питомцы» Здравствуйте, меня зовут Александра, я волонтер фонда помощи «Животным Надежда» Сегодня я пришла познакомить вас с нашей девочкой Шанти, сокращенно Шаней для своих Мы ее нашли на улице, в подъезде, она была глубоко беременная И уже старалась убегать от людей, боялась Но как только ее привезли к нам, она преобразилась совершенно Она начала тянуться к человеку, гладиться Все время приходила, чтобы погладили, почесали, обнимали Наша девочка очень любвеобильная Уже вот сейчас она мурчит Сидит и мурчит, уже довольная Она очень ласковая Подойдет в семью с детьми Ну, конечно, не маленькими, там, 2-3 года А уже в таком более осознанном возрасте Которые понимают, что как надо относиться к животным Что нельзя дергать за хвост, за уши и так далее Если врач говорит, можно, значит, стерилизует, чтобы котят не... Ну, потому что не всегда котят забирают У нас, допустим, с 2015 года 12 котят Ну, они уже, конечно, взрослые, но вот 12 котят осталось Поэтому, если врач говорит, что еще можно стерилизовать, то стерилизует Сейчас она уже стерилизована, полностью здорова У нее сделана прививка Прививка делается одна на 5 лет от всех сразу болезней Если вам понравилась наша Шаня То звоните по номерам, которые вы видите на экране Либо пишите нам в Инстаграм Можете приехать к нам с ней познакомиться Дорогие друзья, не знаем, какие планы у вас на сегодняшний вечер Но мы точно можем вам рассказать о наших Сегодня в 22.00 мы усядемся поудобнее перед телевизором Для того, чтобы посмотреть фильм И прилетит вдруг волшебник Мелодрама о двух одиноких людях, которые всю жизнь стараются быть не теми, кто они есть на самом деле Вера считает, что красота только мешает ей в жизни, поскольку за ней люди не замечают остальных качеств Поэтому Вера старается ее скрыть Да, Сергей скрывает свою обеспеченность от потенциальных девушек Опасаясь, что именно его деньги привлекают их в первую очередь Когда Вера и Сергей знакомятся, им предоставляется шанс наконец-то стать самими собой Открывшись друг другу Вот такое вот кино сегодня в 22.00 на нашем телеканале Ну а рубрика «Наша история» уже прямо сейчас Сегодня международный день детской книги В этом учреждении всегда весело Детская библиотека Уссуриска все равно, что научный центр Здесь получают новые знания и обогащают свой кругозор Книги всех авторов и народов лежат на полках, в хранилище и дома у читателей Уже несколько поколений российских детей не изменяют Носову и Волкову А в последнее время все чаще берут энциклопедии и сборники Четвероклассница Галя – любительница почитать После школы спешит в библиотеку Работники зазывают ребят разными способами Проводят выставки, спектакли и рисуют плакаты Но считают, что силком в библиотеку детей приводить не надо Потребность в чтении должна проявляться сама Галя приходит сюда по собственному желанию То, что дети читать стали меньше, очевидно Постоянными посетителями становятся лишь пять ребят из тридцати Социологические исследования показывают, что половина детей хоть и читает книги Но содержание их понимает с трудом Судя по картотеке, больше всего чтецов в 25-й и 6-й школах Библиотекарь объясняет Это потому, что они ближе всего расположены В Уссуриском городском округе два детских филиала Кроме того, книги для ребят хранятся во всех библиотеках города Поэтому в день детской книги почитать любимую сказку или рассказ могут все желающие Дорогие друзья, вот и пришло время прощаться Андрюша, ну подожди, куда ты постоянно торопишься? Ну ах да, совсем забыл Дорогие друзья, фестиваль юмора в рекламе СМЕКС состоится уже завтра Все верно, и он пройдет в молодежном центре Горизонт Приходите, поучаствуйте в розыгрыше айфона 7 и других ценных призов Да и просто повеселитесь от просмотра лучшей мировой рекламы Обещаем, что недовольных не будет Последний рабочий день недели И последний день марта Встречайтесь с Андреем Казицким И Алисой Романенко Ну а в марте и на сегодня, Вика, ты уже все Наши все Нет, Вика, ты все Просто все? Просто все Нет Всем пока, дорогие друзья Партнер программы Компания Формула ДВ Реализует продажу и доставку всех видов технических газов Улица Кирова, 10 Б Телефон 37 80 45 Партнер программы Стоматология ВИП Мастер Дент Всем 20% скидка на лечение Программа «Наши все» благодарит магазин «Все яркие» за предоставленную одежду ведущей Все, что тебя касается Все, что меня касается Все только начинается Это наше все Субтитры создавал DimaTorzok